Террористы запрещенные ИГИЛ оставили жители провинции Аль-Хасака без зерна и хлопка. Боевики сожгли весь урожай. Дело в том, что местные жители отказались продавать его за бесценок. Обычно население Аль-Хасаки сдаёт зерно и хлопок правительственным силам, и они платят жителям за урожай в два раза больше, чем предложили террористы. Губернатор региона попытался спасти урожай вместе с населением. Тушили огонь даже своими руками. Пожарные машины сразу прибыли. Другая техника пыталась изолировать горящий урожай, чтобы огонь не вспыхнул везде. Пропало из хлопка 800 тысяч тонн. Мы старались, чтобы огонь не дошёл до других строений, где хранится зерно. 80% урожая уничтожено пожаром. Весь наш урожай сгорел. Это наши деньги, это еда наших детей. Смотрите сами. Всё, всё сгорело здесь. Большинство боевиков ИГИЛ плохо знают основы ислама. Из трёх тысяч новобранцев лишь 24% имеют средний уровень представления о религии. Чтобы залатать пробелы в знаниях, террористы заказывают в интернете книги, как «Коран для чайников», «Ислам для чайников». О том, что ИГИЛ действительно имеет крайне слабое отношение к религии, говорят многие факты. Например, многие из террористов, заявлявших о своих связях с этой группировкой, были абсолютно нерелигиозными людьми. Так, друзья Мохаммеда Бухлеля, который в Ницце насмерть задавил грузовиком 84 человека, отзывались о террористе как о неверующем. Стало ясно, что он любил выпить, потанцевать, а также имел 73-летнего гея-любовника.